Уважаемый президент, уважаемые коллеги, мой доклад будет в каком-то смысле слова продолжением предыдущего, если так можно сказать, потому что я как раз буду говорить о методах, их называют методами функциональной визуализации новообразования, в том числе новообразования молочной железы, и они оценивают функцию. Их основное преимущество заключается как раз именно в том, что они позволяют оценить функциональное состояние опухоли даже в том случае, если морфологических изменений, серьезных морфологических изменений не наступает. Но если говорить вообще о ядерной медицине, я очень коротко напомню, какие методы существуют. В первую очередь самые простые методы – это планарные исследования, они обычно делаются на однофотонных эмиссионных компьютерных томографах, и во всех лабораториях радионуклидных, изотопных, как угодно, и в лабораториях ядерной медицины, их можно и так и так называть, такие приборы присутствуют, поскольку на них базируется вся ядерная медицина. Надо сказать, что, например, для оценки эффективности неодевантной полихимиотерапии – это базовый тоже прибор, и здесь надо сказать, что к ним требования довольно демократичные. Я могу сказать, что отечественные гамма-камеры, которые производят, к примеру, компания «Электрон», они совершенно спокойно подходят для решения этих задач. Но, с другой стороны, существуют более сложные приборы, такие, например, как гибридный прибор «Аффект-КТ», где соединены функциональные изображения с анатомическими. Конечно, этот инструмент уже более интересный в том смысле слова, что, например, при оценке ответа со стороны региональных лимфоузлов он дает гораздо больше информации. Ну и всем хорошо известен очень популярный на слуху метод ПЭТ-КТ, который, по сути дела, является таким же методом ядерной медицины. Его особенность заключается в том, что он уже не однофотонный, а двухфотонный. То есть он регистрирует одновременно два фотона и позволяет получать изображения, которые, по сути своей, все очень похожи. Вы видите, вот на этом изображении мы оцениваем интенсивность накопления тумаротропного препарата в тканях молочной железы. На этом изображении мы оцениваем накопление препарата в тканях молочной железы и здесь. По сути дела, принцип очень простой. Да, надо сказать, что еще существует группа приборов, которые предназначены специально для диагностики заболеваний молочной железы. Это специализированные гамма-камеры. Но если говорить об оценке эффективности неодевантной полихимиотерапии, для диагностики они очень интересны, поскольку у них очень высокая разрешающая способность. Но для оценки эффективности неодевантной полихимиотерапии пока сказать, насколько важны именно эти приборы, достаточно трудно. Если говорить об основном принципе ядерной медицины, то он достаточно прост. Есть биологически активное вещество, которое активно участвует в метаболизме, в частности опухолевой ткани, если мы оцениваем накопление препарата в опухоли. Это могут быть рецепторные какие-то рецепторы, это могут быть антитела, это могут быть маленькие протеины. Довольно большой круг этих веществ, которые метятся радиозотопом, и дальше исследователь смотрит или диагноз смотрит, с какой интенсивностью они накапливаются в том или ином анатомическом образовании. Ну, в частности, в молочной железе. Но если говорить о повседневной клинической практике, конечно, для оценки функционального состояния новообразования молочной железы при позитронной эмиссионной томографии чаще всего используется дезоксиглюкоза, замеченная фтором, а для оценки состояния молочной железы с помощью однофотонных простых методов диагностики используется миби, метокси, изобутил и занитрил. Оба препарата являются метаболическими, они поглощаются активно метаболически активными новообразованиями, поэтому они отражают степень метаболической активности опухолевого процесса. Если говорить об использовании этих методов для оценки эффективности неодевантной полихимиотерапии, ну, наверное, будет правильно начать разговор с ПЭТ-КТ, потому что, с одной стороны, этот метод вызывающий очень большой интерес, очень популярный и довольно интенсивно исследуемый, и надо сказать, что большое количество исследований, часть из них представлены на этом слайде, показали, что действительно с помощью ПЭТ-КТ мы можем довольно точно прогнозировать морфологический ответ, у меня был патоморфоз, но я уже переделался на морфологический ответ, морфологический ответ опухоли на проводимую неодевантную химиотерапию. Причем вы видите, что чувствительность этого метода колеблется примерно от 70 до 80%, специфичность от 80 до 90%. Некоторые авторы указывают на очень высокую точность отрицательных заключений. То есть мы можем говорить, что если нет ответа по ПЭТу, то, вероятнее всего, опухоль не отреагирует на неодевантную полихимиотерапию. Кроме всего, есть очень большое количество работ, которые уже выработали определенные критерии интерпретации диагностической информации. В частности, было показано, что если ПЭТ-КТ выполняется после одного-двух циклов неодевантной химиотерапии, то ответ при снижении интенсивности накопления на 40-60% мы можем говорить о очень большой вероятности хорошего ответа опухоли на лечение. В частности, мы можем прогнозировать хороший морфологический ответ опухоли на лечение. Если говорить о сравнительном анализе различных методов, здесь работ не так много, но есть публикации, которые показывают, что действительно функциональные методы, поскольку они функциональные, они оказываются при оценке эффективности неодевантной полихимиотерапии у больных рака молочной железы более интересными и более информативными, чем анатомические методы, например, ультразвуковое исследование или маммография. Кроме всего прочего, существуют исследования, которые показывают, что результаты ПЭТ-КТ или оценка эффективности неодевантной химиотерапии с помощью ПЭТ-КТ позволяют прогнозировать вообще показатели выживаемости, что, наверное, является самым важным и самым интересным. Если говорить о методах однофотонной визуализации, иначе говоря, если говорить о маммосантиграфии и планарных исследованиях, и аффект-КТ-исследованиях, и аффект-исследованиях, то как это ни парадоксально, несмотря на то, что этот метод гораздо более доступный, публикаций, посвященных этой тематике, не так много. Хотя есть исследования очень интересные, сделанные в РОНС под руководством Сергея Вадимовича Ширяева, есть много исследований западных, которые показывают, что действительно этот метод интересный. Но вот публикация Манкова, ей уже около 10 лет, но она остается одной из наиболее интересных в этой области. Он показал, что оценка ответа опухоли с помощью маммосантиграфии, она с прогностической точки зрения не уступает даже патоморфологическим заключениям. Поэтому, конечно, этот метод чрезвычайно интересен, чрезвычайно перспективен. Мы со своей стороны попытались оценить возможности маммосантиграфии вот в этом направлении. У нас в институте проводилось большое исследование, оно до сих пор проводится, по оценке различных режимов неодиуантной химиотерапии. Вы видите, здесь разные группы совершенно больных. Довольно много было, как ни странно, больных с лиминальным подтипом рака молочной железы. И мы, вклинившись в это исследование, параллельно выполняли маммосантиграфическую оценку ответа опухоли на лечение. Тут вообще методика чрезвычайно простая. Она длится примерно 15 минут в среднем, но иногда 20. Единственная очень важность стандартизации параметров исследования. Мы всегда вводим одну и ту же дозу радиофармпрепарата. Мы всегда начинаем исследование практически сразу после введения этого радиофармпрепарата, ну, примерно через 5-10 минут. И мы всегда даем одну и ту же экспозицию на кадр. То есть исследование продолжается 10 минут. Кроме всего прочего, мы предпочитаем использовать такую подушку, сделанную вручную в нашем отделении, чем специализированный маммосантиграфический стол, поскольку с ее помощью мы можем лучше приблизить молочную железу к детектору. А это тоже очень важное условие сбора информации. Оценка производится полуколичественно и качественно. И стандартизация выполняется до лечения, естественно, после 2-3 циклов и перед операцией. Мы сравнивали результаты с антиграфией, которые оценивались по пятистепенной классификации, которая варьировала от прогрессирования через стабилизацию, частичный ответ, выраженный ответ, к полному ответу с антиграфическому. И дальше мы проводили корреляцию между результатами с антиграфией и результатами патморфологического исследования, которая выполнялась уже в конце неодевантной полихимиотерапии, после ее завершения. Что получилось? Ну, оказалось, что результаты маммосантиграфии великолепно предсказывают морфологический ответ, тогда, когда исследование выполняется уже по окончании неодевантной полихимиотерапии. То есть, когда закончена неодевантная химиотерапия, выполняя маммосантиграфию, мы очень с большой точностью можем прогнозировать, что скажут нам морфологи. Надо сказать, что урок-анализ показал, что действительно информативность метода очень высокая. Я хочу обратить ваше внимание, что информативность метода после двух-трех циклов неодевантной химиотерапии оказалась тоже очень высокой. И это чрезвычайно важно, потому что это как раз те сроки, когда еще мы можем как-то менять тактику лечения, когда мы клинически можем изменить подход к ведению того или иного больного, той или иной больной. Ну и, кроме всего прочего, мы попытались оценить информативность метода у больных разным биологическим подтипом, поскольку они все были представлены в нашем материале, но группы очень маленькие, мы не нашли никаких различий достоверных, но не исключено, что когда мы наберем больше материала и проанализируем его, они могут появиться. Если говорить о точности мамосантиграфии, после двух-трех циклов неодевантной химиотерапии мы уже начали обсуждать эту тему, но она, наверное, наиболее важная и наиболее серьезная. Мы представили, в прошлом году опубликовали работу, где мы довольно подробно описываем полученные нами результаты. Я коротко перескажу часть из этих результатов. В первую очередь хотелось бы отметить, что информативность метода, когда мы его выполняем достаточно рано, через 2-3 цикла неодевантной химиотерапии, в предсказании ответа, который мы увидим после ее завершения, чрезвычайно высокий. То есть после двух-трех циклов неодевантной химиотерапии мы можем довольно точно сказать, что же будет, если мы будем ее продолжать до конца и после этого выполним оперативное лечение. Довольно немногочисленную, по счастью, группу составили пациентки, у которых мы видели прогрессирование на фоне проводимой неодевантной химиотерапии. Вы видите, что довольно легко это оценить по мамы с антиграммом. И практически у этих пациенток выполнялось, если это было возможно, хирургический этап лечения, потому что прогноз был крайне неблагоприятный. У тех двух пациенток, кому не было выполнено хирургического этапа, никакого эффекта от неодевантной химиотерапии, это ее продолжение мы не увидели. Интересная очень группа со стабилизацией процесса. Но здесь она довольно большая, опять же, вероятнее всего, в связи с тем, что много было больных с люминальными подтипами рака молочной железы. Очень интересно, что практически ни у одной из этих больных мы не видели полного ответа морфологического на лечение. И, по сути дела, почти ни у кого не видели серьезного ответа морфологического на проводимое лечение. То есть, если мы видим стабилизацию, вероятно всего, это повод для того, чтобы задуматься о какой-то смене тактики лечения. Либо интенсификация неодевантной полихимиотерапии, либо смене препаратов, либо смене вообще лечения и перехода на какие-то экспериментальные лечебные схемы. Приличная довольно группа. Это треть больных. Это пациентки с частичным ответом. Это действительно очень интересная группа, достаточно разнородная, потому что у третьей этих больных продолжение неодевантной химиотерапии приводило к достижению полного морфологического ответа на проводимое лечение. И это является, конечно, очень веским аргументом к тому, чтобы у этой категории больных продолжать неодевантную полихимиотерапию, потому что она может привести к желаемому заветному результату. У 70% этих больных мы не виделись такого серьезного ответа и полного морфологического регресса мы тоже не отмечали, но все равно у значительной части больных, которые вошли в эти 70%, можно было выполнить органосохраняющие операции, что тоже уже немалое достижение. Поэтому мы убеждены твердо, что при таком мамосантиграфическом ответе мы можем говорить о том, что продолжение неодевантной химиотерапии оправдано и должно обязательно осуществляться. Другое дело, что, возможно, это нам еще может как-то в будущем помочь определить количество циклов неодевантной химиотерапии, которую мы должны выполнить той или иной пациентке. Ну и, наконец, самая благоприятная группа – это пациенты, у которых уже после двух-трех циклов мы видим выраженный сантиграфический ответ, но вот при предварительном анализе пятого варианта ответа, то есть полной нормализации сантиграфической картины, мы не видели, но когда мы набрали уже большую группу, то мы видим нередко здесь и пятый вариант, когда уже мы не видим никаких изменений на мамосантиграфах. У всех этих пациенток, практически у всех за исключением одной, был достигнут полный морфологический регресс, при этом, надо сказать, что даже если мы не достигали полного морфологического регресса, то, как правило, то есть не как правило, а вот у единственной пациентки мы отмечали единичные опухолевые клетки в морфологическом материале. И, конечно, это наиболее благоприятная группа больных, нет сомнений в том, что продолжение неодевантной полихимиотерапии у них абсолютно оправдано, но самое главное, здесь возникают другие вопросы. Если мы можем так точно прогнозировать пациентов, у которых будет достигнут полный морфологический регресс, то встает вопрос о том, нужен ли им хирургический этап лечения, нельзя ли ограничиться у этой категории больных адювантной лучевой терапией. Для нас это вопрос, для радиотерапевтов, а я по одной из своих специальностей радиотерапевт, чрезвычайно интересен, конечно, но мамологи относятся к этому довольно скептически. По какой причине? Ну, во-первых, в начале века были опубликованы работы и метаанализы, и рандомизированные исследования, которые показали, что если мы отказываемся от хирургического лечения у больных раком молочной железы после неодевантной химиотерапии, у них увеличивается количество локорегионарных рецидивов достоверно. Правда, надо заметить, что общая выживаемость при этом никак не различается, но все равно количество локорегионарных рецидивов становится больше, и это является, конечно, веским аргументом для того, чтобы насторожить хирурга. Правда, я должен заметить, что в тех редких исследованиях, а я знаю их два, здесь представлено одно из двух, когда пытались оценить результаты у больных, у которых был достигнут полный клинический ответ по данным инструментальных методов обследования, но здесь в данном случае это не мамосантиграфия, а ультразвуковое исследование, которое, может быть, обладает, по нашим данным, несколько меньшей точностью, но при этом все равно это очень хороший, очень точный метод оценки клинического ответа, то вы видите, что количество рецидивов локальных у больных, у которых выполнялось хирургическое лечение, у пациентов, у которых выполнялась только адювантная лучевая терапия, они не различались. То есть, на самом деле, это действительно интересный очень вопрос, который, на мой взгляд, нуждается в изучении, и вот еще раз подчеркиваю, что у тех больных, у кого мы видели полный клинический ответ опухоли на лечение после неадювантной химиотерапии, если мы ограничивались одной адювантной лучевой терапией, адекватной, в 90% случаев мы видели стабильный локорегионарный контроль. Ну и, наконец, мне бы хотелось сказать, что, наверное, может быть, уже и мамологи движутся к этому взгляду на вещи, если так можно выразиться, потому что в прошлом году опубликованные рекомендации экспертов по лечению больных раком молочной железы уже говорят о том, что после неадювантной химиотерапии, если ответ хороший, резекции могут выполняться в ограниченном объеме, так скажем, в объеме, который меньше, чем был объем первоначальной опухоли. Думаю, что, может быть, придет время, когда они напишут о том, что если мы надежно прогнозируем полный патоморфологический ответ, то хирургическое вмешательство на молочной железе в некоторых случаях можно избежать. Ну и для того, чтобы мы могли все-таки твердо прогнозировать патоморфологический ответ опухоли на лечение, и для того, чтобы мы могли говорить вообще о подобного рода подходах к ведению этих больных, конечно, нам нужен очень надежный, очень точный, воспроизводимый инструмент, поэтому я перед тем, когда готовился к этому докладу, это данные, которые мы пока не публиковали, мы планируем их так подробно представить на Европейском конгрессе ядерной медицины, но вы видите, уже существенно большие группы в два раза, и при этом мы по-прежнему видим очень высокую информативность метода при прогнозировании морфологического регресса, полного морфологического регресса после 4-6 циклов неодевантной химиотерапии, и по-прежнему высокая информативность этого метода, хотя немножко ниже по объяснимым причинам, но это отдельный большой разговор. Если мы выполняем исследование после 2-3 циклов неодевантной химиотерапии, ну естественно, основные выводы моего сообщения, они будут звучать таким образом, сантиграфия с тумаротропным препаратом технец и миби, но он же на русском языке он называется технец и технетрил, она является чрезвычайно эффективным методом, который позволяет оценивать ответ опухоли неинвазивно на проводимую неодевантную химиотерапию больных раком молочной железы, надо сказать, что он с экономической точки зрения еще очень привлекательный метод. Ну и использование мамосантиграфии на ранних этапах после 2-3 циклов неодевантной химиотерапии позволяет скорректировать дальнейшую тактику лечения, что, наверное, наиболее важное преимущество этого метода или достоинство. Ну и кроме всего прочего, мы предполагаем, что вполне возможно в будущем, на сегодняшний день это не делается, но возможно этот метод сможет помочь нам в решении вопроса о том, как много циклов неодевантной химиотерапии мы должны провести тем или иным женщинам, страдающим от рака молочной железы и, наконец, отобрать кандидатов для нехирургического лечения, но это пока что еще из области грез. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...